привет всем по просьбам зрителей показываю как я делаю вот такие вот залитки акрилом что для этого нужно полотно любое вот я сейчас попробую вот просто на это вот она картонная какая-то штучка такая довольно твердая маленькие можно взять такие для художников единственное что нужно делать вот здесь вот какую-то подпорочку на маленьких это будет незаметно на больших объемных возможно провисания то есть вся краска будет сливаться на середину этого нам нельзя допустить нужно какая-то опора чтобы внизу было чтобы она равномерно растекалась я оставлю вот можно на такие стаканчики поставить опору такую вот сделать нужно обязательно пространство под полотном чтобы краска краска будет стекать вниз чтобы был куда есть стекать чтобы она не прилипала к этому полотнищу обязательно нужно смотреть уровень то есть если будет какой-то перевес какую-то сторону краска будет стекаться в ту сторону именно поэтому я использую вот под стаканчики ставлю еще вот такие вот продаются в строительных магазинах плашечки которые спокойно можно подозревать на любой уровень который выровняет вашу поверхность и будет обеспечить нам ровно ровно поверхность что нужно еще к сожалению сейчас будет все наоборот показывать но я напишу еще значит как это название флой тролль если у вас есть возможность купить флой тролль то что делает наши пятнышки если вот такие вот пятнышки на соты их называют еще используют или флой тролль или где там машины где продаются все для машин силикон силикон он должен так наверное и писаться потому что здесь тоже латинским буквами но написано силикон это спрей я использую спрей но есть еще ну что-то вроде масла что ли или жидкости какой-то это кому как удобно то есть вот для того чтобы опять создать эти соты используют вот такой вот силикон можно все вместе если у вас есть деньги потому что это в принципе стоит все денег и в общем по возможности люди упрощают себя жизнь и можно например использовать обойный клей или клей pva точно также дает подобные эффекты может быть меньшей степени но точно также обойный клей и клей pva дает такие вот соты есть еще разные медиумы это тоже для акрил для акрила они так и называются медиумы которые точно такую же роль играют то есть у меня есть засушенные краски вернее не использованы какие-то я и все развела водичкой и использовала в данной технике краски использовать использовать какие угодно краски вот ничего нового я не покупала это но то что чем я занималась раньше вот хобби фирма такая у нас здесь есть вот различные вот золотая например краска да нам нужно покров как-то покрывные то есть непрозрачные краски у меня здесь вот написано что она наполовину прозрачная но тоже пойдет то есть каких-то местах может быть и прозрачные используются но для начала нужно полностью которые то есть непрозрачные которые полностью покрывают можно на красный цвет например белый налить, и белый не будет прозрачным. Итак, непрозрачные краски, какие угодно. Можно использовать порошки, тогда вы используете, например, клей ПВА, добавляете вот этот вот порошок, размешиваете до нужной консистенции. То есть, видите, у меня вот можно вот такой акрилик использовать, но довольно плотная консистенция внутри. Вот видите, она не проливается, то есть ее нужно дополнительно сначала водой размешивать. Это довольно трудный процесс, да? Поэтому можно использовать вот подобные вот баночки, в подобных баночках уже нужна консистенция, которая нам нужна. Видите, вот я их по цветам расставила. Здесь у меня прозрачные краски, то есть, если мне нужно улучшить цвет, допустим, какой-то бледно-голубой получился, мне нужно яркий, тогда я сверху покрываю еще вот подобным цветом, но об этом не будем пока говорить. Просто используются любые акриловые краски, даже вот такие вот я покупала очень, ну они как... Господи, я не помню, как это называется уже по-русски, но они очень... Их нужно концентрировано, их нужно очень сильно разводить водой. То есть, возможно, что это вот дешевле будет, например, какую-то порцию взять, у меня тут желтый, белый, черный, и разводить их до той консистенции, которая вам нужна. Если краски густые, я сюда положила густую краску, вот из такого вот тюбика, нужно ее сначала, так как это акрил, разварить до нужной консистенции водичкой. Если краски очень жидкие, у меня жидкая прям как водичка, тогда нужно добавить или обойный клей, или клей ПВА. Они немножко загустевают, и получается опять-таки нужная нам консистенция. Размешиваем тщательно. Вот самое сложное, это добиться правильной консистенции, потому что если у вас будет очень жидкая краска, они будут быстро смешиваться, и получится просто грязный цвет. Если будет густая краска, тогда она не будет растекаться в той степени, в которой нам нужно. Очень сложно будет ее как-то распределить так, как нам нужно, и она очень быстро застевает. То есть с акрилом дворцы нужно очень быстро работать, потому что он быстро сохнет. Ну вот, не могу показать, но вот я разбавила вот до такой консистенции. Оставляем. Так как у меня очень маленький будет вот такой вот ямка, просто для того, чтобы показать вам. Я и беру красок, естественно, совсем мало. Итак, мы смотрим. У меня четыре краски, наверное, надо еще белую. Далее, мы нашу форму, то есть наше полотно, обязательно прокрашиваем сначала, но в зависимости от того, что вы хотите. В основном это белый. Некоторые черные используют, но с каким-то смыслом картины. Здесь вот я белую краску наношу, довольно жидко. Но видите, что она у меня и не стекает, прям ручьем, да? Но и в то же время она очень хорошо распределяется по всей моей будущей картине. Нужно это для того, чтобы краска свободно растекалась во все стороны, или в сторону, куда нам надо, не задерживаясь. Если будут сухие какие-то островки, они будут оплывать, эти островки. То есть островки так и останутся сухими. Довольно сложно их покрывать. Поэтому лучше, если вы сделаете, вот сначала покройте, вот я покрыла белым цветом. Дальше, что мы делаем? Краски мы наметили. Белый я немножечко тоже взяла. Теперь вот как раз то, что делает наши соты. Это мы используем или флойд-роль. Если у вас очень жидкая краска, вы можете добавить флойд-роль, который, смотрите, я его просто показываю для того, чтобы вы видели, как он, какой он. Вот он, вот таким вот образом, как жили. Я добавлю только в одну краску, потому что я буду добавлять другие силиконы. Размешиваем. И он немножечко, флойд-роль немножечко загустевает краску. Ну, в зависимости от того, что какой еще флойд-роль. То есть бывает уже у некоторых фирм по-разному. Довольно густой или меньше густой. И следующий, значит, чтобы получить наши соты, вот я использую вот этот вот силикон. Я говорила, в автомобильных магазинах, где-то должен продаваться. У меня это спрей, у кого-то это капельки. Я вот делаю пару. Ой, осторожненько, потому что развлекается в разные стороны. То есть масло, как бы вот это вот добавляется в эту краску. И в белую. И все мы теперь выливаем в один стакан. В любом порядке, как вам нравится. Мы пробуем это. Спрашивают, можно ли размешивать. Можно размешивать, можно не размешивать. Во время того, как вы сливаете все это дело в стакан, он уже размешивается. Поэтому я думаю, что роли особо не играют здесь. Мне кажется, что у меня вот в данный момент получилось очень жидко. Возможно, что получится нехорошо. В зависимости от того, как вы вливаете ваши краски, опять-таки, может получиться сложиться узор. То ли вы по стеночке, то ли вы кругами какими-то делаете, то ли еще как-то. В зависимости от этого получается у вас потом узор. Можно вот так вот выставить, чтобы они стекали. То есть у вас вот оно недостаточно со стенок утекло. Вы можете по углам поставить. Можно добавить еще сюда, как-то оно взбаламутит. Здесь оно уже по-хорошему, уже должны появляться, так не покажет. То есть какие-то вот эти вот пятна соты. Чтобы это аккуратнее докрылить, но по-разному, у всех по-разному. Кто-то переворачивает, вот наоборот делает вот так вот, да? Так вот, оп, и берем, и опа! И оставляем на пару минут, чтобы краска стекла. Если видно, да, вот краска, она уже сама по себе как растекается, потому что вот мы белым уже покрыли, она, видите, уже так вот растекается, да? Теперь мы вот эту штуку можем просто, хоп, и открыть. А можем повозить ее вот так вот, то есть получится совершенно разные какие-то узоры тогда. В данном случае я просто открываю, хоп, и позволяем растекаться. Если видно на видео, уже получились соты у нас. Так, у меня раскикает, видите, я сначала это сделала правильно, а потом у меня раздвинуло, и у меня краска потекла в эту сторону. Очень большие соты получились, довольно красиво. Теперь можно потихонечку распределить, нужно потихонечку, чтобы эти соты не сдвинулись, ведь они будут сдвигаться, но чтобы они не снялись. Видите, они соты, когда при движении, они смываются, и уже может нарушиться ваш рисунок или узор, тот, который вы хотели получить. Поэтому в какой-то степени каждое полотно нужно продумывать. Еще один делать, грязный стакан так называемый, чтобы налить уголки или сделать дополнительный какой-то узор. Вот эти вот зигзаги я очень не люблю. Это означает, что жидкая краска у меня попадает, где-то она густая, какая-то очень жидкая. И вот эти зигзаги я не очень люблю. Лучше всего, когда это будут соты. Для того, чтобы еще больше сотов обработалась, это тепловой инструмент, он позволяет раскрывать больше сотов, то есть жид поднимается кверху и образует вот эти вот соты из другой краски. И еще можно также раздувать в стороны или куда-то там, вот с помощью вот этого, или фен, обычный фен. Но надо учитывать, что акрил очень быстро схватывается и застывает, может коркой покрыться, поэтому это все нужно делать очень быстро. Вот у нас получилось, в таком быстром примере, у нас получилось вот такое. Это нужно теперь оставить, сохнуть, как минимум сутки. Если довольно толстый слой получился, то возможно, что и больше. Можно как-то подкорректировать. То есть берете другую краску какую-то, желтенькую, вот, например, у меня здесь не хватает. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, я подкорректировала, добавила желтеньких полосочек и не стала их очень сильно раздувать. Поэтому они вот такими вот полосками очень красивыми получились. И немножко белой тоже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok